Поскольку у многих проблемы с сахаром в крови, преддиабет, диабет, инсулинорезистентность, я решил снять это важное видео про яблочный уксус. Если вы его не применяете, вам определённо стоит подумать над тем, чтобы начать. Даже если вы не накиета с интервальным голоданием. Ведь есть и другие способы наладить сахар крови, помимо снижения потребления углеводов и голодания. По-видимому, уксусная кислота в составе уксуса имеет очень сильное антигликемическое действие, даже если вы не соблюдаете кето. Она действует как буфер для гликемического индекса, понижая гликемический индекс того, что вы съели, и помогает стабилизировать в крови и сахар, и инсулин. Смотрите, и все ссылки будут под видео, их довольно много. Когда вы добавляете уксус к рису, допустим, вы едите суши. Я не советую есть рис, но если уж едите, то с уксусом гликемический индекс риса снизится на 35%. Поразительно. Если добавить уксус к варёному картофелю, пока он остывает для салата или ещё чего-то, его гликемический индекс снизится на 43%. Если добавить уксус к хлебу, допустим, вы едите белый хлеб, вы обеспечите существенное понижение сахара и инсулина в крови. Повторю, я этого не советую, но это поразительно. Если принять уксус с батончиком из злаков, конечно, не надо лить уксус на сам батончик. Допустим, вы примете уксус в таблетках. Их можно пить с едой. Или с апельсиновым соком. Вы понизите сахар крови и инсулин. Есть интересные исследования. В одном уксус употреблялся с сэндвичами. По-моему, он был в капсулах. Капсулы с уксусом. Гликемический индекс снизился на 30%. А если съесть листовой салат, неважно, с бальзамическим или яблочным уксусом, в качестве заправки, гликемический индекс можно снизить на 31%. Очень любопытная информация. Это ещё один инструмент, помимо снижения углеводов и голодания. А каждый раз при понижении глюкозы снижается и инсулин, что автоматически снижает жир в печени. Вы немного похудеете. Может, и не так заметно. Но снизив сахар крови, вы поможете похудению. Также у вас снизится голод. Почему? Потому что инсулина будет меньше. А ещё вас не будет ни на что тянуть. У меня много видео про уксус. Более того, самое популярное видео про яблочный уксус на всём Ютубе принадлежит мне. Там, кажется, 14 миллионов просмотров. И ещё хочу сказать, какой яблочный уксус лучше брать. Я рекомендую органический яблочный уксус бренда Fairchilds. Я никак с ними не связан. Мне за это не платят. Большинство людей берёт органический уксус от Брэк. Но они не знают, что в какой-то момент Брэк начали разбавлять свой уксус. И если почитать этикетку, там написано «Яблочный уксус с водой». А у Fairchilds он не только органический, но и без добавления воды. И они были главным поставщиком уксуса для Брэк. Не знаю, так ли это сейчас. Соблюдаете вы кето или нет, добавьте яблочный уксус в свой рацион. Если у вас давняя инсулинорезистентность, и есть феномен утренней зари, при котором сахар крови высок, несмотря на то, что вы не ели углеводов в предыдущий день, это потому что печень производит много сахара. Это называется глюконеогенез. Люди постоянно интересуются, как понизить сахар крови, особенно по утрам. Что ж, очень просто. Принимайте по 2 столовые ложки яблочного уксуса перед сном. Но не надо пить просто уксус. Разведите его в воде, примерно на 250-300 миллилитров воды. 2 столовые ложки яблочного уксуса — это 10 граммов. Принимать его надо перед сном. Тогда утром, когда проснётесь, сахар начнёт опускаться всё ниже и ниже. Ещё одна вещь, которую я посоветую — начните принимать яблочный уксус перед едой. Точно в такой же пропорции, как и перед сном. И, конечно, вы пьёте очень кислый раствор. Поэтому даже разбавленный водой его стоит пить через соломинку, чтобы уксус не особо контактировал с зубами. Есть и другие средства, способные выступать как буфер для продуктов, а именно снижать эффект повышения сахара крови. Уксус мы обсудили, но ещё можно добавлять жиры и клетчатку, чтобы снизить в крови всплеск сахара. Подробнее об этих дополнительных буферах посмотрите вот в этом видео. Продолжение следует...